Краков не стал последней точкой нашего путешествия. Сейчас расскажу вам историю, где есть зло и добро, любовь и разлука, война и мир. Мой муж работает в полиции, и когда всё началось, его сразу же вызвали на работу по тревоге. И там ему позвонил неизвестный абонент через интернет-связь фейсбука. Вызывающим оказалась женщина, живущая в Германии. Она сразу же предложила свой кровь для всей семьи. Однако муж на тот момент, как и я, даже не могли подумать о том, что нам придётся расстаться. Ведь все знали, что мужчин не выпускают, а я его оставлять самого не собиралась. Женщина на всякий случай оставила свой номер телефона в сообщении. Дима, рассказывая мне об этом, очень удивлялся, как человек, едва зная нас по роликам в Ютубе, был готов разделить с нами свой дом и нести моральную ответственность за гостей. Шли дни войны в Украине, ужасая её жителей с водками раненых, убитых, погибших среди гражданского населения, ужасами, масштабами разрушений жилых домов. Всё это происходило за каких-то пару сотен километров от нас. Постоянные воздушные тревоги заставляли находиться в тонусе. Сумка с вещами первой необходимости и документами всё время дежурила возле входных дверей. Вместо сна я прокручивала сюжеты попадания снаряда в наш дом, в нашу квартиру. Это я делала для того, чтобы не растеряться в случае обстрела. Страшнее всего было за ребёнка, который в силу своего возраста не до конца понимает весь ужас происходящего. Периодически мы с семьёй выезжали за покупками в супермаркет, где паническое настроение возрастало при виде пустых полок. Там уже не было ни каш, ни макаронных изделий, ни других таких товаров, которые повседневные нам нужны. Также мы обратили внимание на то, что ценники возросли. Стоимость продукта увеличилась на некоторые товары намного. Ежедневно в телефонных разговорах со своими знакомыми клиентами я узнавала о новых выехавших за границу. Бегущих от войны. В городе стало заметно меньше людей днём, а ночью он замирал на время комендантского часа. Каждый вечер в новостях мы слышали об успехах украинской армии, о разговорах с людьми, о разрушенных судьбах, о жизни в условиях подвалов, отсутствия воды, тепла, связи. В городах соседних областей, об отсутствии жизни, в том понимании, к которому мы привыкли. Всё, что когда-то казалось ценным, то, на что собирались деньги, потеряло свою цену, утратило смысл. Вот, например, мы с мужем годами мечтали сделать ремонт в комнате Максима, тянулись изо всех сил. Так недальновито начали тратить деньги на него, и всё за какое-то время обесценилось и уже потеряло смысл. Многие сейчас пишут о восьми годах войны на Донбассе. Я хочу сказать, что мне безумно жаль тех людей, которые пострадали, но ответьте мне на два вопроса. Неужели вы считаете, что я, мой ребёнок или мой муж должны отвечать за войну на Донбассе и скупить чью-то вину слезами или кровью? И легче ли вам теперь, когда остальные города бомбят? Для меня очевидно одно. Есть суверенное государство Украина и другое государство Россия, кто на чью территорию вёл войска и начал стрелять. Ну, конечно, у нас же там нацики. А как тогда объяснить то, что президент у нас еврей, и я русскоязычная, узнавшая всю прелесть русского мира, со звуками взрывов. Ведь до этого у меня была жизнь, мечты, планы, как у всех нормальных людей. Все, кто смотрел первую часть, уже поняли, что выехать с Украины очень сложно. Для этого понадобится вам двое суток, а некоторым и трое суток. Это очень тяжело физически, эмоционально. Ты мёрзнешь, ты сходишь с ума. Ты боишься. У тебя настолько смешанные эмоции, что я думала, что я сойду с ума. На границе, когда мы стояли больше 16 часов, когда нас не пропускали через украинскую границу, я думала, что я сойду с ума. Там холодно, там все люди толкаются, ссорятся, дерутся, кричат, кричат дети, плачут. Очередь двигается очень медленно. Постоянно было настроение на грани. Постоянно ты в отчаянии. Когда я поднимала голову на фонарь, я видела, что начинают снежинки падать. Я молилась. Потому что если бы выпал ещё снег, нам бы стоять было ещё тяжелее. И снег прекращался. Потом я опять поднимала голову наверх и опять видела, что срывается снег. И я опять молилась. И слава Богу, что снега не было. Но было холодно. Уже когда мы встретили рассвет в этой очереди, я настолько уже продрогла. Я думаю, Максим также. Когда наступил рассвет, очередь немножко была ближе к границе. Я уже даже видела эти ворота, через которые нужно проходить. Но очередь прекратила двигаться. Сказали, что всё, больше никого не пропускают. И неизвестно, когда будут пропускать. На тот момент я уже кричала Диме в трубку и говорила о том, что всё, я возвращаюсь во Львов и возвращаюсь назад в Днепр. Я вышла с этой очереди и пошла на заправку там, где должны были быть автобусы на Львов. Дима, услышав это, срочно написал Светлане, которая с Германии, и попросил о помощи. На что Светлана мне сразу же перезвонила и говорила о том, что я сейчас буду будить мужа, и мы будем выезжать за тобой на границу. Я была настолько впечатлена этим, и она меня просила, чтобы я вернулась назад в очередь, потому что скоро очередь пойдёт. И я зря только потеряю время, если я уйду оттуда. Я послушала и вернулась на границу опять. Мы стояли ещё, я не знаю, сколько часов, много. Потом мы всё-таки пересекли границу. Это был сплошной хаос. Все толкались, все бежали. Это было страшно. У меня тряслись руки от этого. Но то, что ты уже пересёк границу, тебя радовало. Как я уже говорила в том видео, поляки нас встретили очень тепло. Они рассказывали, куда идти. Встречались с улыбкой, с теплом. Я приехала в центр для беженцев и там нашла волонтёров, которые нас отвезли в Краков. В Кракове у меня был забронирован хост, куда я и направлялась. Но на протяжении этого всего пути мне звонила Светлана и уточняла, куда ей ехать. Ихний путь составлял тысячу километров до Кракова, только в одну сторону. Мы с Максимом приехали в Краков, поселились в хостел, покупались, покушали и ждали, когда нас заберёт Светлана со своим мужем. Они нас забрали ночью и мы ехали всю ночь. Я безумно благодарна этим людям, какой путь они тяжёлый проделали в две тысячи километров за сутки для того, чтобы нас забрать. Они уже засыпали, останавливались на заправках для того, чтобы попить кофе. В этот момент я дремала с ребёнком на заднем сидении. Приехав утром к ним домой, они мне показали, где мне можно разместиться. Ихняя семья встретила нас очень тепло, помогла нам вещами и всем необходимым, что нам нужно было. Всю жизнь моя семья будет благодарна этой немецкой семье. Дай Бог им быть счастливыми и дай Бог нам всем быть такими же, как они. Тогда, наверное, и войны не будет. Как вы поняли, мы находимся в Германии, мы живём в доме у Светланы. С нами всё хорошо. В данный момент мы занимаемся оформлением документов, приходим в себя на дороге, психологически восстанавливаемся. Так как наш канал грибной, может быть, у меня получится поснимать вам грибы и тут в Германии. Светлана говорила о том, что сейчас пошли смачки. Может, будет у нас время, и мы сходим в лес. И я вам всё покажу. Всем пока!